Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всего один колодец в Африке поможет решить множество проблем местного населения. Первое – спасение от жажды. В сутки человеку необходимо потреблять около двух литров воды, и жители деревень проходят по несколько километров до ближайшего источника для утоления своих нужд. Второе – развитие земледелия. Даже небольшой колодец значительно расширит сельское хозяйство, которое является основой экономики в бедных странах. Третье – строительство домов. Доступ к воде сильно облегчает изготовление глиняных кирпичей, и сооружение более прочных домов проходит быстрее. Четвертое – соблюдение гигиены. Отсутствие чистой воды – основная причина эпидемии в Африке. Построив лишь один колодец, вы спасаете жизни людей и помогаете развитию страны. Фонд «Живое сердце». Вместе мы сделаем мир лучше. Бисмиллах, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах, амма ба'ад, ассаламу алейкум, арахмату влахи, а баракату, дорогие братья и сестры. Иншаллах, мы продолжим наш цикл уроков по акриде «Вероубеждение Ахлю Суну Аль-Джамаа». Мы, мусульмане, чтобы знали, являемся ли мы Ахлю Суну Аль-Джамаа, находимся ли мы на правильной акриде. У Ахлю Суну Аль-Джамаа есть особенности и качества, и мы их разбирали в прошлых уроках, мы дошли до десятого черты. Последнее, девятое было, что Ахлю Суну Аль-Джамаа, иннахум ла это саммауна бигэль ислам ва Суна-Джамаа, они не называются мы, кроме как ислама, то есть они называются мусульманами, ва Суна-Джамаа, и они себя приписывают Суни Аль-Джамаату. То есть мы мусульмане Ахлю Суну Аль-Джамаа, это основа. Следующая отличительная черта Ахлю Суну Аль-Джамаа, которую мы должны знать. Десятое. Ахлю Суну Аль-Джамаа, на самом деле, те, кто поняли Единобожие, поняли Таухид, они всегда стараются распространять Таухид, распространять Единобожие, правильные убеждения. Это качество Ахлю Суну Аль-Джамаа. Также они правильную религию распространяют, они обучают людей, направляют их на истинный путь. Они делают насиха, исправляют общество, где они находятся. Например, любой мусульман со знаниями возвращается в свое общество, среди своих родственников, в своем селе, городе, районе. Он первое, что как возвращается, если у него есть правильная Ахида, он на правильном понимании Единобожие, он старается распространить Единобожие. Мудро, не создавая конфликты, не враждуя сразу, а находя подход, правильные слова, находя общий язык с обществом, даже если какая-то часть противодействует, надо все равно дальше распространять это. Но они также заботятся о людях. Не хватает, что ты говоришь правду, и все тебя должны уважать, тебя слушать. У нас у студентов очень много ошибок бывает. Пророк Силусом, распространяя Ахиду Единобожию, он также заботился о людях. Он был первым, когда надо было делать помощь какую-то, когда помощь. Также, когда в Медине был такой очень страшный грохот, звук, люди испугались. Уже, когда люди вышли узнать, что происходит, уже Пророк Силусом одолжил лошадь, поскакал, разобрался, что там происходит, уже возвращался. То есть он впереди в них всех был. Также он последним имуществом делился, помогал, заботился. Если болел, кто-то там из-подвижников навещал. Когда о людях заботятся, люди о тебе Ахиду и Ислам, и Сунну принимают. Многие хотят, вот я знаю, как бы, Куран, Сунну, я знаю правильно Ахиду, идите, бегите ко мне, целуйте мне руки, такого не бывает. Когда ты заботишься о них, ты искренне от души делаешь им насиха. И они видят, что тебе не наплевать, что ты хочешь, чтобы они спасли судный день. Своим примером показываешь, многие это, в том числе братьям Ахиду Сунну, я говорю, те, кто хотят, чтобы их матери, родители, дедушки приняли, только путем заботы о них, искренней любви, заботы. Также путем мудрого вышивания, мудрость в чем вышивание? Подобрать правильные слова, правильное в нужное время, в нужном месте. То есть не так, что я пришел, сказал и ушел. Я же сказал, нужно именно подобрать слова. Когда ты с старшими разговариваешь, ты выбираешь уважительную тона слова. И не тогда, когда свадьба, какая-то радостная или какой-то... Надо подобрать момент, когда люди серьезно готовы тебя выслушать. Также, когда ты с детьми разговариваешь, у тебя другой метод, когда с женой разговариваешь, другой метод. По стороннему разговаривать, другой метод. Нужно подбирать правильный услуг, метод подачи информации и подобрать время тоже. Некоторые просто, то, что ты агэль-усунна направлен на Акэде, недостаточно, чтобы от тебя принимали. Нужно быть адекватным. Многие люди просто неадекватны. Надо понимать, почему человек отвергает. Он так воспитан. Он воспитался в коммунизме. Ему уже заранее от тебя или Акэде, Агэль-усунна, неправильную информацию донесли. И он блокирует эту информацию. Тебе нужно сперва ее стереотип, ее стереотипное мышление разрушить. Доказать, что это неправильно. И потом уже подходить, объяснять, что такое правильный Акэде. В общем, это очень нелегко. И, конечно, здесь очень большое значение имеет, в первую очередь, чтобы мы искренне это радиолога делали. А не так, чтобы просто сказать, что я сказал. Сказать, что я доносил, а что ты не принял. Я часто вспоминаю нашу Аварскую пословицу. Когда у нас есть, когда человек мне от души что-то делает. И пример приводит, что человек говорит, что я гостя Асва на водопой повел, повел. Пила, не пила, неважно. Не нужно, чтобы ты просто ему донес. Нужно, чтобы он не принял. И для этого нужны искренние намерения. Когда ты это от сердца говоришь, все люди знают, что от сердца, когда говорит человеку, в сердце заходит. Когда ты просто словами говоришь, она не заходит. поэтому от одна из важнейших качествах русского джама что они не им не хватает они не так что мы поняли ахиду окажется мы правильные мы все остальные забудшиеся остальные будут гореть в аду и им наплевать наоборот те кто себя еще арестом приписывал пытается их с водки скинуть чтобы они утонули нет они хирсу маринаши они очень стараются чтобы это опеда распространила чтобы люди побольше спасли судне день чтобы люди оставили заблуждение оставили ширки оставили беда он должен об этом думать его это должно беспокоить если это не так то твои ахиде твои исследования сунни огромная проблема потому что пророк сила сам который ты заявляешь что ты за ним следующего сунни он этим и занимался всю жизнь он заботился о мусульманах он призывал их он воспитывал их он обучал их им делаем насиха и он распространял ислам и мы следуя его пути также должны распространять ислам опровергать заблуждение забудших если у тебя есть достаточно знаний быть примером образцом общества чтобы они тебя брали пример идем дальше одиннадцатая основа иннахум азаму на си собран фиак валихи они самые они ареста мая те которые терпят на этом пути трудности и неприятностей и проявлять огромное терпение скажите мне те самые великие ученые сейчас современности которые живые остались я не говорю те кто уже умерли пусалах и помилует где они находятся большинство они находят тюрьмах 80 90 процентов на мировом уровне известные ученые сейчас находятся в тюрьмах их притесняют их давят их не оставляют что у нас дома не оставляют российских и постсоветских странах что арабских странах разницы нет те кто говорят истину их преследует и многие многие те кто ашариты и матрудиты и суфи не понимает одну посадили значит как бы он неправильно ничего подобного и вам ахмад был в тюрьме его били за свой взгляд а куда ахлу сунджама и он очень много времени провел тюрьме также абу ханифу били после них тоже ученые кто говорил истину их подвергались гонениям их сажали тюрьмы кого-то убивали как мы садим джубейр хаджач как убил поэтому всегда кто уговорит истину их подвергает испытания разные тягости постигают и ахлу сунджама больше всего стойки на этом как и внутри мира шейху ислам рахматул алей также много времени провел тюрьме и умер тюрьме и не отошел от твои свои пути они до конца держится на этом а многие из тех кто следовали своим страстям они первые трудности сдают позиции мы это знаем и до сих пор это есть так что ахлу сунджама когда вы говорите истину говорит призвать и правильные идеи должны быть готовы что нас подвергнуть испытаниям что будут трудности и аллах урани про пророка слава сам также говорил ваидеям крубика лярина кафару когда кафиры хотят хитрить с тобой делать макр чтобы илью хриджу кау виспиту кау ягту лук чтобы тебя изгнать или посадить или убить те кто говорят то что говорит посланник аллаха слава сам чаще всего их или сражает или их изгоняет или их убивают если ты стоишь против против лужи против заблуждения все это рудской системе кафирской залами там где правители залами обязательно против истины борется борется шайтаны и и его шайтана слуги сатанисты очень принципе тех кафирской страны большинство из них там не правят сатанисты они делают все чтобы из религии ла не распространялась они всех мусульман аглусуна джамаа пытаются запугать посадить убить вы теряют метод для нас мусульман русскоязычная это не новость в принципе многих арабских странах такая же проблема то есть когда ты говоришь истинную правду ты должен быть готов испытанием и должен проявить сабру и аглусуна джамаа больше всех в этом проявляет сабру и истории из ученых аглусуна которые потерпели очень много трудностей испытаний на этом пути огромное количество их можно просто сотнями и тысячами приводить и многих книгах вам про них есть даже мы знаем целый сборник таких книг которые мы привели испытания которые прошли ученые на этом пути как они кушали траву как они теряли ноги даже замерзшие днями не кушали ничего тысячи километров пешком проходили очень много трудностей прошли изучая ислам и распространяя ислам и говоря истину аллах даже куран не сказал вы знаете структур ассар аллах поклялся временем в ассар инна линсана лафи хусар аллах говорит поистине человек находится в убытке то есть каждый человек который родился находится в убытке очень плохом положении аллах говорит илля лавина аману кроме тех которые уверовали в амилу соли хаты делали праведные дела не сидели на диванах не просто тупо работали чтобы кушать кушали чтобы работать и размножались отделали праведные дела которые аллах любит уверовали делали праведные дела то есть поклонялись аллаху вата ва сау бил хақы вата ва сау бисабры и они завещали истину то есть они распространяли истину и других призывали к истине если ты будешь призывать истины что у тебя будет трудности и аллах говорит вата ва сау бисабры также они завещали проявлять терпение все любят люди убытки кроме тех кто уверовал делал праведные дела и заповедовал чтобы следовали истине то есть распространял истину и потом конце завещал чтобы делались собр то есть проявлял терпение чтобы другим собру давать надо самому быть стойким если ты сам стойкость не проявляешь то никто твоему на сейха не будет слушать 12 черта которая отличается от других сект это хирсу мала джама ати валу сады мусульмане анус но джама старается объединиться и держаться вместе вода вату умиля и призывает людей к объединению мадхалиты как только ты называешь людей призываешь к объединению они год и хваны аллах призвался была тащи моби хабриллах чтобы мы объединялись и держались за веру аллаха валята фарраку и не разделялись ухас и нас и алейха мы побуждаем людей к объединению уанабзи химул их тиляфа вальфурхата мы отталкиваем любое разделение и разногласий вот ахвиру нас и минха и увешиваем людей чтобы они не разделялись потому что аллах приказал объединяться и аллах запретил разделяться на объединение мусульман сила мусульман как только они начинают разделяться у них уходит сила аллах уанин сказал валяя таназару фатафшалу не припиряйте спорте сам между собой мусульмане фатафшалу вы потерпите неудачу вот этот хабар и хукми ваша сила уйдет мусульмане сейчас вот таком слабом положении когда им диктуют оккупанты и неверные потому что они между собой ссорятся и они они потеря они потерпели неудачу и они их сила ушла даже вот такая маленькая страна как израиль в арабском мире даже шутку говорят некоторые если каждый мусульман из полтора миллиард мусульман плюнул бы в эту страну они утонули бы в этой слюне настолько маленькая страна там сколько миллион человек может быть меньше десяти миллион человек полтора миллиард мусульман они просто нагло пришли стали посередине исламских стран сирия египет и ордания там палестина забрали большую часть палестины забрали голландские высоты сирийской территории забрали у иордании часть забрали у египтян часть и там построили себе государство наглым образом и мусульман ничего не могут делать потому что они разделены их правители думают как побольше наворовать миллиарды построить себе дворцы живут ради дуния нету ценности ислама нету позиции нету характера нету нету в них и агриды и они давно потеряли свои позиции они их забота как бы кресла больше как побольше удержать также как и по советских странах такая же проблема что каждый диктатор пытается укрепиться на кресле посильнее и больше его ничего не волнует к сожалению это так но мусульмане агруснула джама не мадхалиты не такфиристы эти такфиристы они куда бы ни зашли они во влаге разделяют джамаат моментально джамаат делится на две части когда их меньше бывает конечно как секта найдутся адепты и малодушные и люди которые мало знают ислам которые они на по ушам пройдутся что внушать им мы особенные наши агрида самая самая правильная вот это все они забудшие потому что в одном вопросе они сами противоречит от какого-то фулана они не такфирят все они все кафиры это ахида такфиристов эти люди не являются агруснула джамаат не нужно их путать с нами мы не такфиристы мы за большой грех людей не такфирим даже если агрида и заблуждение но если они не переходят рамки которые если ислам и в сунне мы их называем заблудшими мы можем назвать что их не бедачиками но мы всех подряд не такфирим есть грани есть грани которые нужно соблюдать и соблюдали и мхаммаду ахаб и ибну таймия и другие ученые большие они говорили в какое-то какое-то действие является кафрам но не называли кто это действие делать прямо кафира как начиная с мама ахмада рахмату алей он говорил тот кто куран сказал куран созданный он кафир но сам халифа так говорил и халиф он такфир не вынес и многим другим ученым которые последуют этим взглядом он не вынес само это действие является куфром но вынести такфир это отдельный хок мы об этом будем будущем и я говорил тоже быть в заблуждении и это не значит стопроцентно ты попал куфр некоторые ученых каких-то вопросов были заблуждения есть основы религии на котором держится иман и из основы также религии ислама арканы а есть дополнительные вещи если дополнительные вопросы которым ученые могут разногласить или могут может может ошибиться но он остается аглусом джамма и мы пример приводили имам абу ханифа рахмалах противоречил трем имамам вопросы уменьшается ли иман или увеличивается но он остался великим имамом он все равно аглусом на все равно мы любим и уважаем и если он из сотен вопросов в одном вопросе ошибся это ничего не меняет это говорит о том что люди ошибаются какой бы он ученый не был великий ученый имам мы любим потому что он не пророк он не ангел он может ошибиться некоторые ученые и ошибались и могли согрешить и что-то там могли не какой-то мог слабость проявить там предка перед правителем там сдать позиции потому что он человек не ждите от людей идеальных качеств чтобы он всегда был идеальным никогда никогда не грешил никогда не ошибался всегда был такого не бывает мы мы следуем плане суньем мы не следуем личностям если личность ошибся вот эту ошибку мы оставляем все что правильно берем и все это правильная позиция и нужно это путать мы мусульмане которые следуют суньи и джамаату мы стараемся объединить мусульман есть вы знаете что разные истечения там числе среди русско-ядычных те же самые хизбу тахарировцы есть с ихвановским взглядом и я таких тоже два человека не могу причислить их почти мало но наверное есть какие то каких то вещах они которые согласны какие то не согласны такие прямо которые себя заявляют их потом таких где я не знаю но есть общем разные течения не нужно списаться их списать и просто куда-то их закинуть в ад нужно пытаться их исправлять и призывать правильном пути призывать более верному правильном подходу понимания план и суммы если мы так будем делать мы можем объединить мусульман то есть мы когда делали съезд двенадцатом году и пытались помириться с и дарой суфистами мы же объединялись не просто там надо красивые глаза там за какие-то хорошие красивые слова это было объединение на урана и сумме это наши были условия прямо прямые чтобы мы объединялись вокруг ванны и суммы и понимание четырех имамов и перестать друг друга обзывать вернуться к этому если бы они к этому вернулись только никаких вопросов к ним не было они были наши братьями если не вернуться и останутся частично в том на чем они есть это уже была бы их беда и мы не смогли бы дальше с ними как бы продолжить это объединение любом случае они проявили согласие и желание мы должны призывать даже каких-то вопросов если с ними останутся разногласия это бы сильно усилило мусульман большинство людей узнали бы истину это дало бы нам намного шанс быть пред общими врагами кашлями намного сильнее вы забываете когда мы хотим внутри себя джамата быть идеальными что есть внешние враги их очень много которые любом форме ислам просто уничтожить хотят просто любое проявление соблюдение ислама после надо хиджаб иногда там намазе даже вы сами видите даже пытаются только коран толкования запретить то классический суд как сады праведных запретить враг то не различает особо просто он может различить когда он совсем не может бороться он их разделяет какую-то часть оставляет каким-то борется те кто более жесткие жестко соблюдают конце концов все понимают кто историю читает что в конце концов кафирам и врагам наплевать ты ашарит ты салафит ты вот это тариката следующий другой тариката следующий в принципе они потому что не могут совсем десятки миллионов людей бороться они просто их разделять начинают с теми кто более враждебный имам нажмуддин рахмаллах вы знаете он воевал против красных коммунистов он поднял революции делал джихад газоват против красных в это же время суфильские шейхи ленину письма писали но мы вместе там он с ленин конечно им обещал какие-то там вещи чтобы у вас автономия будет шариат будет конечно конечно кто-то писал им такие любовные письма имеется ввиду там уважение ленину показывали там хотели с ним по мирному имам нажмуддин воевал имам нажмуддин говорил рахмаллах ацинский этот враг красные хуже чем царская россия потому что царская россия не хотя бы бога верили хоть они хотя бы помазав оба бога нефа не быть людьми людьми писания люди хотя бы как у кого есть что-то святое вот этот безбожник и красная армия они вообще атеисты любую лиги он не отрицает у них ничего святого тоже нет и он говорил с ним надо еще больше и жестче воевать конечном итоге конечно красная армия пообещала много чего суфистам вот этим и те кто вот этих и мама следует иметь ввиду и воевали против и мама нажмуддина к те кто с ним рядом с ним когда закончились монаш муддином и до суфистов добрались и да по тех кто читает намаз которые не суфист и не муджахи тоже добрались кого куран тоже добрались и до всех добрались с кого они смогли всех уничтожили посадили книги забрали сибирь отправили никого не пошлили конус а лохами поше это и аллах урани сказал валян тарба открыли Никогда, Аллах говорит, не будут довольны вам яхуды, иудеи. У Алян Насара и христиане тоже. Если ты сам не станешь христианином иудеем, Аллах говорит, они тобой не будут довольны. Вы думаете, вы, как манкурты, служите им против же мусульман? Да, может быть, мусульманы, некоторые ошибаются, они же люди, они посчитали, может быть, вот такую форму борьбы или вот так начать, что-то это принесет пользу. Они могли быть правы, могли быть неправы. Сейчас имам Нажмудин был прав или неправ. В то время, конечно, эти же суфистские шейхи говорили, ты неправильно делаешь, не надо сражаться, там будет кровопролитие, будут проблемы. Так проблема постигла всех. А имам Нажмудин ушел к Аллаху как герой, как мужчина, как мусульманин, который стал пал шахидом. Его повесили они, его арестовали и повесили. А те, кто писали ленинные письма, которые их расстреляли, в Сибирь отправили, они как ушли? Их тяжелая участь постигла, но человек боролся ради святого, ради ислама, ради общего дела, а кто-то просто сдал позиции. Пройдет время сто лет, от времени Нажмудина ушло сто лет примерно, грубо говоря. Еще сто лет пройдет, и то, что произошло на Кавказе или в Азии, будут другое поколение судить. И те, кто были на стороне врагов, издавали мусульман, им в Аллахе будет стыдно. Также мы знаем, один из их лидеров говорит, что, может, мы, говорит, уже дети лицемеров, которые там на стороне царской России были, которые на асфальт таскали им провизию, там, еду. Когда имама Шамиля окружили, когда мусульман муджаида убивали, они говорят, ну так как, основном, на самом деле, настоящих мужчин убили, как можно было истребили, вероятно, что те люди, которые сейчас на стороне врагов, они являются детьми мунафиков, да, есть такая вероятность. Он сам даже признает. Имам Шамилу эти мунафики, их рев, их ослов был намного больнее, чем грохот пушек, которые в них стреляли, потому что он понимал, что они предатели. И всегда были предатели во всех народах, они были презираемы, они были отстоями общества, в них плевались, и их поколение, их дети никогда не могли им гордиться, они могли только скрывать их происхождение, их фамилию. Вы учтите, что все к этому вернется. Тогда имам Шамил был, рахмаллах, он был бандитом для них, он был бандитом даже тех же азиатских странах, которые в муджахиде воевали против коммунистов, они их назвали басмачи, там, бандиты, туземцы, красные, имена назвали на кавказцев, ну, всех мусульман, бусульман там, бусульман у них уже, это был синоним врага. Проходит время, потом Аллах все на место расставляет, от истории ты не сможешь все это скрыть. Да, они царская Россия имама Шамиля историю постарались исказить, и советская Россия меняла, то его героем делала, то антигероем делала. Но у людей все равно есть предания, есть легенды, они идут из уста, передаются, и ты не сможешь исказить. Все равно тот, кто воевал против оккупантов и врагов, до сих пор остался героем. Сейчас пытается ее акриду, там, не акриду. Имам Шамиль, если следовало бы этой акриде, вот этой суфизмом, которая сейчас есть, клянусь Аллахом, он не воевал бы. Вот этот суфизм, который делает человека на стороне врагов, это не тот суфизм, который, если вы думаете, что он был суфистом. Именно как его, то время, которое был устац, говорил, что это не наш метод воевать, потому что это не суфистский метод. Но имам Шамиль, и до него, и Хамз Адбек, и до него Хазим Мухаммад, имамы, рахмату алейхм, они выбрали путь джихада, потому что это путь Курана и Сунны. Пророкство сам не установил шариат или Медине, не отстоял Медину, когда их окружили битвой о прерве, путем Аскари делая, Вирды делая. Они вооружились, надели мечи, сделали причины, которые могли сделать причины в то время, и сражались, как мужчины. А находиться под тенью оккупантов, брать от них деньги и говорить, что имам Шамиль пожалел, там, всякие легенды придумал, чтобы себя оправдать. Вы можете какое-то время это сделать, но в конце концов это вернется против вас. Время поставить все на свое место, Аллах не оставит никого, предатель будет предателем, герой будет героем. Даже, даже спустя время Аллах выявит истину, это для истории 100 лет, 50 лет, это никакого значения не имеет. Тот же Юсуф Тимирханов, причинец, который ради чести мусульманке отдал жизнь, его отравили в тюрьме, в принципе, он не кричал лозунги, он не был военным амиром, он не крушил налево-направо мечами, просто он поставил цель отстоять честь мусульманки и сделал какие-то причины. И ради этого его враги убили. Клянусь Аллахом при жизни, Аллах показал знамение, что те, кто ради истины, ради чести, ради религии делают поступки, Аллах его возвышает. И со всего Кавказа пришли мусульмане, суфи, и Аглусуна, и обычные мусульмане, и правители, просто потоком люди пошли туда, сотни тысяч людей. Таких похорон, наверное, я не знаю, когда последние такие похороны были, такое даже не могу сравнить, припомнить. Хотя он, я же говорю, не полевой командир, он не какие-то там, он просто сделал то, что должен был сделать, и Аллах его возвысил. И это похороны просто самый лучший пример для того, чтобы мы поняли, как Аллах его возвысил. Когда столько людей за одного человека Джаназа читают и свидетельствуют, что он был достойным человеком, это и ангелы говорят, амин, амин, и Аллах сделает его из числа Агл-Джанна, обитателей рая. Он убил оккупанта, который изнасиловал мусульманку. Теперь те, кто на стороне оккупанта, приходится к ней в похороны прийти. И те, кто против оккупанта, приходят, и те, кто даже на стороне оккупанта, которые защищают этих людей, которые насилуют наших сестер. Представь, какое противоречие у этих людей. Ты зачем туда пришел? Эти же люди, которые вот такого же насильника, Буданова и других, они же до сих пор у вас, они же держат власть, они тебе команды дают, у вас все это взаимосвязано. Это преступник, часть этой системы оккупационной. Но ты зачем туда приходишь? Ты же на их стороне на самом деле. Настолько противоречиво стало все, все смешалось. Но вы знаете, что Аллах четко знает, кто на истине, кто на истине. В Аллахе все поставит судно на место. Если в этой дуне вы через силу кого-то запугали, кого-то заткнули, кого не можете заткнуть, их родственников забираете, раздеваете вот эти вещи, издеваетесь, в Аллахе вы не сможете заткнуть Всевышнего Аллаха судно на день. Аллах вас заткнет, вам слово даже не даст. И вас и разденет, и у вас он в адский огонь ввернется, у вас всю зульму, которую вы делаете. В Аллахе вы не сможете перед Аллахом ответить. За что вы людей наказываете? За что вы даже обычных людей, которые никакого отношения к этим людям не имеют, кроме как родственные связи, но они не повелевали это делать, они не приказывали им это делать. Просто за то, что он дальний родственник, вы его мучаете. Это что за беспредел, который ни в законном шариата, ни в законном светском, ни адатом, ни простому логическому мышлению не подходит. Аллах говорит, ни одна душа не несет бремя другой душе. Люд, алей-иссалям, был пророком, жена его не уверовала. Он не отвечает за свою жену. Когда Нух, алей-иссалям, сказал своему сыну, Аллах опросил его спасти, что он часть его семьи, Аллах сказал, что он не из твоей семьи. Почему? Потому что он не уверовал. И Аллах говорит, мы не можем нести бремя. Я вот мой брат, хоть родной мой брат, если он сделал грех или ошибку, я не несу за него ответственность. Это так не бывает. И люди говорят, что они мусульмане, говорят, что они следуют законам, просто все нарушают. В сегодняшний день мы видим в 21 веке, в 2022 году, такие как средневековые поведения просто людей. И это как-то проходит. Пусть Аллах избавит мусульман от залемов, от зульма, гнета, от оккупантов и их приспешников, от лицемеров, которые притесняют мусульман налево и направо. В Аллахе, Аллах ничего не забывает. Аллах, ангелы все записывают. Вам все это предъявится. В этой дуне вас Аллах унизит и в Ахрена тоже. Пусть Аллах так и сделает с вами. Паскарей. Валхамду лиллахи, раббилля, амин. Саламу алейкум, рахмату ла варкат. Продолжение следует.